Ване и незваных гостей, я сделал вывод, что если их пятеро, то они, скорее всего, активны на шестем этаже, четыре, на семем, три, на восемь, этого не могло быть, но если бы их было только двое, то они были бы активны на девятем этаже, к такому выводу меня привели изменения моих показателей, так что же было на самом деле, какими бы ни были мои мысли, пришло время проверить. Эй, варвар, разве ты не должен сказать спасибо? Вы легко одолели его благодаря мне. Мужчина был покрыт ожогами не только на лице, но и на слегка оголенных запястьях. Старик в черной одежде жреца умолял его. Я прошу тебя, возьми, пожалуйста, нужные тебе предметы и отпусти их. Два человека. Непонятно почему, но мужчина средних лет с отрубленными руками молча последовал за ними. Всего было три человека. Проклятие. Я отбросил все планы на случай, если мы столкнемся с ними, от плана А до плана Г. Эй, почему все замолчали? Мой натренированный инстинкт, полученный при встрече со всякими сукиными детьми, подсказывал мне, что это не тот парень, с которым можно справиться. 0.280 том 1. Глава 137. Аркулис. Часть 3. По моему телу пробежали мурашки. Эй, почему все замолчали? От одной этой фразы, несмотря на то, что мы еще даже не сражались с ним как следует, в барабанных перепонках зазвенело эхо. Тудум-тудум-тудум. Сердце воина, почуявшей врага, безостановочно качало кровь, разгоняя кислород по всему телу. Оно раньше головы начало готовиться к самому худшему, что могло произойти. В наступившей тишине я осторожно перевел взгляд на своих товарищей. Все замерли. Наверное, они подсознательно чувствовали то же зловещее ощущение, которую этот парень излучал всем своим телом. Алло. Мужчина нахмурился и заговорил снова. Вы действительно собираетесь просто стоять? Благодаря этому мой разум немного успокоился. Время. Золото. Нельзя было терять ни минуты, ни секунды, которые теперь были бесценны. Поэтому я с открытыми ушами и глазами встретился взглядом с противником и быстро собрал информацию, которую мог упустить. Эй, варвар, разве ты не должен сказать спасибо? Вы легко одолели его благодаря мне. Тот человек знал об этом месте, поэтому, как только он почувствовал наше присутствие, сразу же побежал в комнату босса. Но. Это было слишком быстро. Прибыть одновременно с нами, когда у нас была карта. Это было невозможно, если только он не нашел точный путь без блужданий. Как такое возможно? Что это за навык? Я должен был это выяснить. От этого зависели наши дальнейшие планы. Если оглянуться назад, то ответ был в предыдущем разговоре. Если бы мы не пожертвовали еще одну руку, то могли бы и не успеть. Жертвовать руку. Было видно, про чью руку речь. Должно быть, она принадлежала несчастному, стоявшему позади него. Это, должно быть, жрец коруи. В этом и заключалась удача в несчастье. Если бы он просто искал дорогу благодаря способностям разведчика, у него не было бы никаких шансов. Я прошу тебя, возьми, пожалуйста, нужные тебе предметы и отпусти их. Старик, которого я принял за жреца, служащего злому богу, похоже, тоже не очень-то сотрудничал с лидером. Неужели он похитил жреца и заставил его сменить класс? И человек, пожертвовавший свою руку, находится в похожей ситуации? В течение трех вдохов, спокойно проанализировав ситуацию, я открыл рот, но не успел. Ну, неважно. Я просто начал лидер. Я никак не ожидал встретить исследователя в таком месте, сказал я. Так ты все-таки не немой? Когда я прервал молчание, мужчина посмотрел на меня веселыми глазами. Ладно, это выиграло время. Вы случайно не знаете, как отсюда выбраться? Я небрежно поинтересовался, что он знает. Чем больше я буду походить на дилетанта, тем менее бдительным он будет. Ты, кто ты? Вдруг раздался его холодный голос. Что за черт? Что я сделал не так? Пока я размышлял над этим, мужчина сузил глаза. Из-за этих сукиных детей загорелся желтый свет, а не зеленый. Вместо интереса или любопытства в его глазах читалась настороженность. Неосознанно мой взгляд переместился на кольцо на его пальце. Оно было похоже на знакомый мне номерной предмет, который я называл светофорным кольцом, усыпанным зеленым, красным и желтым драгоценными камнями. 6111. Искатель судьбы. Если он загорался зеленым, то это означало положительное событие. Красный огонек означал негативное событие, а желтый огонек предупреждал о том, что рядом происходит неоднозначное событие. Кольцо светилось желтым светом. Проклятие. Так вот что значит чувствовать смесь радости и печали? Если кольцо желтое, значит, есть хоть какой-то шанс, что я его одолею. Это была хорошая новость для меня. Плохая новость заключалась в том, что он тоже это понял. Нам крышка. Единственное преимущество слабых. Усыпить бдительность сильных исчезла из-за этого проклятого кольца. Ты знаешь, что это такое? Да. Что еще хуже, он даже заметил мою короткую реакцию и открыто показал свое истинное лицо. Скрежет металла. Он вытащил из-за пояса лезвия серебристо-голубого света. На этот ослепительный свет двор кузнец отреагировал первым. Это меч из арки. Арка. Металл 6 Го-класса. Считающийся почти самым совершенным в этом мире, и способный прогрызть почти любой предмет. Вот почему я предпочел бы иметь большое количество врагов. Чем выше был этаж исследователя, тем сильнее была разница в снаряжении, а также в ранге и количестве эссенций. Он, по крайней мере, с 9 Го-этажа. Однако я не стал отворачиваться и принял жестокую реальность такой, какая она есть. Это был не клан из десятков человек. Если предположить, что его навыки соответствуют снаряжениям, то он был сильным игроком, который мог быть активным на 9-ом этаже с 5-ю людьми. Кроме того, у него должно было быть не менее 8 эссенций, и все они были выше 5 Го-ранга. Варвар. На данный момент не имело значения, какие у него способности. Он был на таком уровне, что мог уничтожить нас всех пятерых без помощи жреца. Отдай мне предмет, который ты нашел внутри. Если не хочешь умереть. В этот момент я решил, что должен сделать, чтобы выжить. И вот я достаю драгоценный камень, полученный в комнате босса. О, ты говоришь об этом? Изначально это был план Го. Отказаться от всего, что он просил, и вымолить мою жизнь. Значит, он у тебя. Теперь передай его мне. Тогда я оставлю вас в живых. Я молча смотрел на него. По мере того, как молчание затягивалось, мои товарищи по команде один за другим открывали рты. Мы не против. Просто отдай это ему. Мы даже не знаем, для чего он нужен. Я тоже согласен. Не лучше ли по возможности избежать драки? Их даже не стоило слушать. Эта драгоценность была единственной причиной, по которой мы все еще были живы. Как я мог заключить кредитную сделку с сумасшедшим ублюдком, похитившим жреца и заставившим его обратиться в веру в злого бога? Об этом не могло быть речи. Мой живот. Когда я осторожно открыл рот, это привлекло всеобщее внимание. Мужчина тоже молча наблюдал за мной. На его губах играла озорная, надменная улыбка, которая, казалось, уже знала, какой выбор я сделаю. Поэтому я тоже улыбнулся. Черт, я проголодался. Что? В тот момент, когда парень растерялся от моих внезапных слов, я, не раздумывая, засунул драгоценный камень в рот и глоть. Я заставил себя проглотить его. Пищевод болел от сильного проталкивания драгоценного камня размером с мандарин, но да ладно. Это решится через несколько секунд. Отрыжка. Раздался отрыгивающий звук, когда я поборол рвотные позывы. Тут все пришли в себя. Что это значит? Спросил мужчина с глазами, сверкающими убийственной энергией. Мне просто захотелось это сделать, ответил я. После этого наступила очень короткая тишина. Мужчина уставился на меня, словно пытаясь понять, что за псих перед ним. Думаю, члены моей команды не сильно отличались от него, но это было неважно. Делать то, что нужно, не обращая внимания на мнение окружающих, такова была традиция варваров. Варвар, даже не думая о безболезненной смерти. Мужчина оттолкнулся от земли и рванул ко мне со скоростью, которую трудно было соотнести к тому же показателю, что и у меня. Вжух! Его длинный меч пробил мой щит без сопротивления. Было очевидно, о чем он думает. Наверное, он собирался убить меня и распотрошить, чтобы забрать драгоценный камень. Ну и, что он собирается делать? Я приложил силу к своему щиту и изменил направление проникающего лезвия в сторону живота. Возможно, поняв мое намерение, он поспешно убрал меч. Должно быть, он и сам знал, что прочность проглоченного мною драгоценного камня не слишком велика. Это был твой план? Я не стал отрицать. Это был план Д, который заменил все планы, которые я отбросил. Блять! Отрыжка! Засуди меня! Теперь у меня действительно не было выбора, кроме как довести дело до конца. Глаза мужчины продолжали перекатываться. Он продолжал искать подходящую возможность. Если он мог сразу отрубить мне голову, то ему оставалось только разрезать мой живот и взять его. Но это без шансов. Я ударил по животу кулаком размером с арбуз. Бум! Бум! При каждом взмахе моей руки его глаза вздрагивали. По его лицу было видно, что он опасается, что предмет в моем животе может треснуть. А это просто у меня вздутие. Сумасшедший ублюдок! Это было приятное описание. Никто не может избежать ходьбы по опавшим листьям осенью. Но как быть с грязью? На нее можно случайно наступить, но никто не делает этого специально. Я перестал колотить себя по животу. Ключ к плану Е заключался в том, чтобы не переступать черту. Это должно быть достаточным предупреждением. Что ты хочешь? Мужчина попытался завязать разговор. Не желая меня провоцировать, он уже засунул меч за пояс. Ага, значит, этот предмет так важен для тебя? Если бы я мог, мне хотелось подразнить его еще больше. Но я тихо перешел на другую сторону прохода вместе со своими товарищами и перешел к делу. Один день. Просто дай нам один день. Ты не просишь отпустить вас? Мужчина с любопытством посмотрел на меня. Я не то чтобы не понимал. Любой человек в подобной ситуации просил бы что-то подобное. Я не вымаливаю свою жизнь таким способом. Точнее сказать, я не стал бы делать ничего бессмысленного. Дай мне один день. Я понял, что это максимум, который он может дать. Тогда я не буду делать ничего трусливого. Как я могу тебе доверять? Отрывисто спросил мужчина. Я, не задумываясь, раскрыл свой заготовленный ход. Клянусь честью воина. Мы измучены тем, что не спали несколько дней. Но если вы подождете хотя бы один день, я буду сражаться честно и справедливо. Как будто я с самого начала хотел этого, как будто я с самого начала не хотел делать такой трусливый шаг. Когда я проявил свой боевой дух и отстрелялся, нерешительный мужчина тихо спросил. Ты действительно думаешь, что сможешь победить? Я усмехнулся. Могу ли я победить? Ну, я все еще считал, что шансы невелики, но что с того? Разве это повод сдаваться? Не прибегая к притворству, я выплеснул свою искренность. Мужчина пристально вглядывался в мое лицо. После минутного молчания он, наконец, дал ответ упрямым голосом, не оставляющим места для переговоров. 12 часов. Я дам вам 12 часов. Похоже, это был его предел. Я скажу тебе заранее, но не думай, что и тогда сработает этот же трюк. Он предпочел бы, чтобы мы отдали предмет, но в его глазах и выражении лица читалось желание не отпускать нас. Я испустил долгий вздох, который так долго сдерживал. 5.40. Я получил то, в чем отчаянно нуждался, время. Мы бежали по лабиринту. Построение было несколько иным, чем обычно. Ротмиллер и Хикурат шли впереди, а я следовал за ними в тылу. Причина была проста. Действительно, не похоже, что он идет следом. Хотя Ротмиллер так и сказал. Мы не могли знать, как долго он будет выполнять свое обещание. Я должен был прикрывать наши спины. Так что же нам теперь делать? Спросил Ротмиллер, ведя за собой. Это был не только он. Бьерн, мы действительно собираемся сражаться? Мне кажется, это не лучший выбор. Ты же видел? Твой щит был пробит насквозь, как будто он был из грязи. Вопросы и опасения, которые они скрывали, были обращены ко мне. Они и раньше доверяли мне все, но с запозданием начали беспокоиться. Однако с сегодняшнего дня демократия закончилась. Времени не хватало, чтобы собрать воедино мнение всех и убедить их в необходимости дальнейших действий. Хикурат, Миша, Ротмиллер, Двалки. Я назвал их имена и попросил об одолжении. В будущем я могу сказать что-то или отдать приказ, который вы не поймете. Но можете ли вы доверять мне и следовать за мной в последний раз? Конечно. Кроме Миши, они ответили не сразу. Я молча ждал, доверяя тому образу себя, который показывал им последние несколько месяцев. Первым заговорил Хикурат. Если бы не ты в кровавой цитадели, я бы уже умер. Я доверюсь твоему мнению. Вторым выступил Двалки. Я тоже. Бьерн, я буду верить в судьбу героя, которой ты обладаешь. Судьба героя – это предположение, которое сопровождало мое прозвище «маленький Балкан», как приправа, когда оно распространилось по городу, а также то, о чем мне рассказал шаман. Было немного странно, что Двалки говорит мне об этом так серьезно, когда он так хорошо меня знает. Впрочем, в данной ситуации это было как раз кстати. Последним был Ротмиллер. Когда я увидел его, я только дрожал от страха. Больше я ничего не мог сделать. Я буду верить и следовать всему, что ты скажешь. В его коротких словах я почувствовал глубокое доверие. Однако Ротмиллер продолжал, ни на мгновение не погружаясь в эмоции. Но, кроме этого, я должен тебе кое-что сказать. Что именно? Если мои предположения верны, то он действительно опасен. У тебя есть какая-то информация о нем? Ротмиллер ответил. Давным-давно я слышал об исследователе, который пользовался арковым длинным мечом. Ходят слухи, что его проклял дракон, и все его тело было покрыто ожогами. Так кто же это, черт возьми, был? В отличие от меня, у которого были только вопросы, у троицы, похоже, уже был кто-то на примете. Проклятие дракона? Не может быть. Убийца драконов. Ротмиллер, ты говоришь об убийце драконов? Это, это, тогда это означает, что он член Аркулиса. Услышав их настоятельные крики, я нахмурился. Я все еще не знал, кто такой убийца драконов. Но, Аркулис, это древнее слово в этом мире означало глаза ведьмы. О группе с таким названием я узнал из книг. Это группа сумасшедших, которые говорят, что их цель – убить короля. Но нельзя было воспринимать их просто как сумасшедших. То, что они продолжали жить десятилетиями, совершая такие безумные поступки, должно свидетельствовать о силе каждого из них. Несмотря на то, что королевская семья назначила огромную награду, им удалось избавиться только от семерых. Мы столкнулись с более опасным ублюдком, чем я думал. Кроме горького привкуса во рту, мне стала ясна одна мысль. Бегство – не лучшее решение. Ну, и что же нам делать? Вскоре, забрав урод Миллера карту, я определил место назначения. Мы идем сюда. Здесь не было места, куда можно было бы сбежать, по крайней мере, в этот раз. 0.286. Том 1. Глава 138. Пробуждение. Часть 1. Убийца драконов. Регал Вагас был представителем драконьего племени, проклятый за убийство древнего вождя клана драконов. После этого Вагас исчез, но около 10 лет назад начал свою деятельность в качестве члена Аркулеса, и в одиночку напал на святую землю эльфов. Его основным оружием был арковый длинный меч, прозванный мечом убийцы драконов, и утверждалось, что у него было 6 подтвержденных эссенций. 3-5 Гуранга, 2-4 Гуранга и 1-3 Гуранга. По одним только известным эссенциям он был близок к типичному мечнику с высокими показателями. Поскольку все его навыки заключались в усилении самого себя, классовая совместимость не имела значения, пока у него было подходящее снаряжение. Эта информация была получена 10 лет назад, так что она могла в какой-то степени измениться, но вероятность этого была невелика. Как преступник мог стереть эссенцию, значит, он проделал этот путь только ради этого. 4-5 Гуранга, 2-4 Гуранга. Оказывается, уникальная способность расы дракона в драконе язык, о котором я больше всего беспокоился, была запечатана проклятием дракона. Это была хорошая новость. Честно говоря, я был чертовски напуган, когда узнал, что он из расы драконов. Это все, что я знаю, закончил Ротмиллер. Хорошо, спасибо. Это очень помогло. Получив информацию о противнике, я спокойно занялся своими мыслями. Разумеется, продолжая бежать к цели. Бег. Во-первых, убийца драконов. Регал Вагас оказался неожиданным гигантом. Если бы не эффект хранителя равновесия, я был бы обезглавлен еще до того, как понял, что ему нужен драгоценный камень. Бег. Почувствовав почему-то озноб, я проверил время. 8.57 прошло около 3 часов с момента нашей встречи с этим ублюдком. Другими словами, через 9 часов начнется игра в пятнашки. Конечно, это при условии, что он сдержит свое обещание. Всего 12 часов, да, вот это-то и разочаровывало. В ответ на мое гордое поведение, сопровождавшееся клятвой воина, Вагас на всякий случай согласился на сделку, либо по прихоти, либо с мыслью, что ничего не потеряет. Если бы не это проклятое кольцо, он, может быть, и дал бы нам весь день. Между 24 часами и 12 часами была большая разница. Это было время, чтобы подготовить все необходимое и сделать последний перерыв. Фух, ничего не дается легко. Я вздохнул, но укрепил свою решимость. Вспомнив безнадежные ситуации, в которые я попадал в прошлом, гоблинские ловушки, психопатов, кровавую цитадель, ведьмин лес, лорда этажа и так далее, я стер свои мысли и вписал туда только одну цель, выжить. Если возможно, всем вместе. Бьерн, мы на месте. Когда мои мысли достигли этой точки, Ротмиллер перестал бежать. Перед нами был тупик. Мы находились в угловой точке по направлению на 11 часов, ближе всего к тому месту, где находилась комната босса. Проще говоря, это было место, где находился второй промежуточный босс. Щелк, скрежет. Когда Ротмиллер привел в действие механизм, стена отодвинулась, открыв скрытое пространство. Вжух, как только мы вошли, каменная камера осветилась факелами. Отличие было только в том, что в углу на 7 часов появился бафомет. Уф, кажется, в прошлом месте было лучше. Каменная камера была заполнена грудами трупов с вырванными глазными яблоками вместо козлиного черепа. Я протиснулся сквозь зловоние и капнул каплю крови на магический круг. Дьявол в лабиринте почувствовал кровь. Хорошо, есть. Вы убили Аргаса. Опыт плюс 5. Бонус за убийство мутанта высокого класса. Опыт плюс 1. Помимо комнат промежуточных боссов, в лабиринте Ларка забыла множество потайных мест. В каждом из них были свои награды. Они могут содержать одноразовые расходные материалы или в них могут появиться редкие монстры. Но мне нужно было кое-что другое. Еще одна неудача. Победив Аргаса, мы обшарили все вокруг и сосредоточились на поиске потайных комнат. Мало того, что времени на поимку еще одного промежуточного босса не хватало, так еще и для моего плана нужно было найти определенную комнату. Тем не менее, находили мы их неплохо. С Ротмиллером в авангарде поиска потайных комнат мы обнаруживали их по одной каждые 2 часа. Это произошло благодаря показателю шестой чувства, который резко возрос после того, как в игру вошла команда убийцы драконов. Те комнаты, которые мы раньше не заметили бы и случайно прошли мимо, Ротмиллер находил без промаха. Проблема заключалась в том, что нужная мне комната еще не появилась. 05.30 Так шло время, пока обещанные мне 12 часов не подошли к концу. Подождите, остановитесь. Я чувствую что-то странное. Ротмиллер остановил группу, прощупал стены вокруг нас и обнаружил потайную комнату. Шух, это была каменная камера размером 10 на 15 метров, в которой не было ни монстра, ни спрятанного сокровища. Проверив только внутреннюю часть, я снова ее закрыл. Нашел. Наконец, все первые приготовления к реализации плана были выполнены. Я остановил команду и объявил перерыв. Все, передохните. Я подежурю. Перерыв? Что это за комната? Если мы выживем, я все объясню. Так что просто делай, что я говорю. Хорошо. Даже Дворф оставил свои сомнения, услышав мой решительный голос. Нет, скорее всего, он не отказался от вопроса, а решил довериться мне и не спрашивать. Фух. Когда мои уставшие коллеги закрыли глаза, я испустил долгий вздох. С остальными ребятами проблем не было, но от вранья рот Миллеру у меня уже начинала болеть голова. С тех пор, как я вызвал промежуточного босса, капнув кровью на магический круг, и до сих пор, сказав, что прочитал это в книге, я не смог бы объяснить всего. В любом случае, я подумаю об этом позже. Я сделал еще один долгий вздох и выкинул из головы мысли о будущем. Я был уверен, что смогу как-нибудь соврать, если только вернусь живым. Я решил сосредоточиться только на настоящем моменте и в последний раз упорядочил свои мысли. Ты, кажется, говорил, что в центре карты может быть портал. Мы туда не пойдем? Спросил рот Миллер. Причина отказа от похода к порталу была проста. Он все равно будет там эти 12 часов. Если мы туда пойдем, а Вагас подумает, что мы пытаемся сбежать, то заработанные 12 часов пропадут зря. Я решил, что правильнее будет заняться подготовкой именно в это время. Наверное, он уже начал нас искать. Обещанные 12 часов закончились. К счастью, первые приготовления были закончены вовремя. Благодаря этому я смог передохнуть до его прихода, но ситуация все равно оставалась мрачной. Процент успеха – менее 10%. Это была самая большая вероятность, которую я мог просчитать с холодной головой. Из всех эссенций, которыми обладал этот ублюдок, были известны только 6. Две или три неизвестные эссенции оставались переменными, а самым большим камнем преткновения был верховный жрец Коруи. Я достал блестящую красную жемчужину и зажал ее в руки. Я проглотил его как заложника, но как только мы оказались в безопасности, я использовал гигантизацию, чтобы вытошнить его. Это была последняя награда лабиринта Ларкоза и предмет, который, должно быть, отчаянно искал пресловутый преступник под псевдонимом убийца драконов. Сдерживаемое желание. Я не хотел использовать его сейчас, если это возможно. Для максимальной эффективности этот предмет должен быть применен к эссенции хранителя 4 Гуранга. Но если я умру, то все равно не смогу его использовать. Похоже, у меня нет другого выбора. Я принял решение. Я не знал, как будут развиваться события в будущем. Этот предмет нельзя использовать иначе, как сейчас. Это тишина, как затишье перед бурей. Скоро закончится. Лучше было подготовиться заранее, если это было возможно. Даже если бы я захотел использовать его позже, у меня не было бы на это времени. Немного расточительно, но... Я крепче сжал драгоценный камень. Треск. Он раскололся, испуская яркий красный свет. Вы использовали сдерживаемое желание. Вы перенесетесь в комнату равновесия. Когда я пришел в себя, я стоял в незнакомом пространстве. Вух. Одинокое пламя поднялось и осветило пространство. Топ. Я сделал шаг и огляделся. Это была каменная камера, напоминающая небесную башню. Пламя, парящее в воздухе, мерцало голубоватым светом, освещая три каменных ворот на краю. Интересно. Значит, вот как все выглядело в реальности. В игре же нужно было лишь манипулировать клавиатурой и делать выбор. Выберите эссенцию, которую вы хотите заменить. Я внимательно рассматривал уникальные фрески, нарисованные на каждых каменных воротах. Они не были раскрашены, но узнать их было нетрудно. Топ первым было ужасное чудовище с гнилыми руками и ногами, двигающимися в беспорядочной массе. Это, должно быть, трупный голем. Следующим было нечто в виде человека с острыми клыками и острыми когтями, с красными глазами, усыпанными красными драгоценными камнями. Это вампир. И, наконец, мускулистый воин, ревущий на фоне гигантского знамени. Это, должно быть, герой орг. Каждая дверь представляла собой эссенцию, которую я уже успел поглотить. Инструкций не было, но было понятно, что делать. Если открыть дверь, то соответствующая эссенция будет заменена. Сдерживаемое желание – это предмет типа гача, который заменял эссенцию 4-го или ниже ранга на случайную эссенцию того же ранга. Гача, гача – это японский термин, который означает механику игр, в которых игроки могут получать случайные предметы или другие игровые элементы через виртуальный торговый автомат, называемый гачапун. Топ, не раздумывая, я направился к одной из дверей. Я уже решил, что выбрать. Герой орг. Очевидно, не этот. Он был всего лишь 5-го ранга, но это была основная эссенция, которая принадлежала к моей финальной комбинации. Трупный голем. Сопротивление боли оказалось на удивление полезной, но в плане способностей она мне не сильно помогла. Я приберег ее, чтобы стереть позже, когда слоты для эссенции заполнятся, но этого еще не дошло. Зачем мне делать что-то настолько расточительное, как применять сдерживаемое желание к эссенции 7-го ранга? Вампир. Вскоре я стоял перед каменными воротами, на которых была нарисована фигура этого монстра, и протянул руку. У него были навыки и показатели, подходящие для танка. К тому же, поскольку он был получен при убийстве хранителя разлома, это была редкая эссенция со всеми тремя навыками. Однако благодаря этому я не сомневался в своем решении. В сдерживаемом желании был скрытый эффект. Вы выбрали эссенцию вампира. Обнаружена эссенция хранителя. Ранг выбираемой эссенции повысился. Если вы предлагали эссенцию хранителя, то ранг эссенции, которую можно было выбрать, повышался. Проще говоря, предлагая эссенция хранителя 4-го ранга, можно было получить эссенцию 3-го ранга. Этот ублюдок, наверное, думает о том же, ведь он проделал весь этот путь ради одного этого. Я тоже так делал, когда играл в игру. Когда я поглощал эссенцию хранителя, которая была высокого ранга, но не подходила моему персонажу, я шел в лабиринт ларкоза и искал гача предмет. Я и подумать не мог, что использую его на эссенции, которая мне подходит. Эх, я прогнал нахлынувшие сожаления и вошел в открытую дверь. Не успел я сделать и нескольких шагов, как прямой проход закончился, и пламя вспыхнуло, осветив три каменных ворот. Вух, так как предмет имел концепцию баланса, на каждых из трех каменных ворот был нарисован монстр физического, магического и духовного типов. До этого момента все было не так уж плохо, как обычно. Но что это? Это эссенция, которой в настоящее время никто не владеет. Хранитель равновесия признал ее редкость и представляет новый вариант, соответствующий ее ценности. Я застыл на середине осмотра фрески. Первым вариантом был скелет маг, держащий в одной руке посох, а в другой – шкатулку с красной драгоценностью. Монстр 4 Гуранга – Лич. Это был типичный суперсильный монстр, обладающий пассивным навыком в местилище души и несколькими разрушительными активными навыками. Пока что проблем не было, просто я не понял, что за драгоценности были вмонтированы в дверь. Радужные. Раньше над дверью трупного голема был черный камень, а над дверью героя орка – зеленый. Поэтому я предположил, что это означает цвет эссенции. Но радужный? Разве это не того же цвета, что и драгоценные камни на двери вампира, который был эссенцией хранителя? Значит, это действительно другая эссенция хранителя? Я быстро проверил другую дверь. Там находился монстр 4 Гуранга – колосс с души, монстр духовного типа, не обладающий такими показателями, как сила или ловкость. Все его показатели были сосредоточены на духе. Цвет драгоценного камня также указывал на эссенцию хранителя. Конечно, это могло быть просто везением. Очень часто эссенция хранителя всплывала в качестве опции. Но это не может быть совпадением. Подтвердив последний предложенный мне вариант монстра физического типа, я подтвердил его. Это было далеко не везение. В этой игре еще были элементы, о существовании которых я не знал. Вух! Драгоценный камень, отраженный в мерцающем пламени, был красным. Другими словами, это была не эссенция хранителя. Но какое это имело значение в данной ситуации? Топ я шел к двери, как одержимый. Невероятно, но фреска на двери означала только одно. Топ это был монстр 3 Гуранга, причем монстр уровня босса, который действовал в одиночку. Проще говоря, это был монстр, которого можно было победить только с помощью рейдов, состоящих из исследователей 3 Гу и 4 Гуранга. Это был монстр, обладающий лучшими характеристиками среди монстров надземного мира в плане физических способностей. Огр. Не раздумывая, я открыл дверь. Аллилуйя. 3. 297. Том 1. Глава 139. Пробуждение. Часть 2. Эссенция Агра проникает в вашу душу. Сила плюс 140. Магическое сопротивление плюс 80. Физическое сопротивление плюс 40. Сопротивление ко всему плюс 10. Естественная регенерация минус 40. Когнитивные способности минус 20. Как только я открыл глаза, я проверил свои часы. К счастью, времени прошло немного. На всякий случай я подстраховался и вышел в попыхах. Понаблюдав некоторое время за спящими коллегами, я достал нож. Затем, как бы распиливая, провел им по тыльной стороне ладони. Резь, резь, после того как я, с большим усилием, провел им туда-сюда около 10 раз, вытекла одна капля крови. Наблюдая за незаживающей раной, я понял, что моя концепция персонажа действительно изменилась в одно мгновение. Сжатие. Я сжал кулак. Изменения в моем теле были явно ощутимы, но не столь разительны, как при принятии эссенции героя орка. Дело было не в том, что я не мог понять. Эссенция вампира исчезла, но хранитель равновесия все еще продолжал действовать. Точно почувствовать, насколько возросла моя сила, я смогу только после того, как выйду наружу. Некоторое время я подсчитывал выигрыши и потери, наблюдая за освещенным факелами проходом с другой стороны. Огр. Да. Огр был монстром тригоранга с показателями и навыками, от которых танк был бы в восторге. Однако его эссенция не была включена в мою планируемую окончательную комбинацию скорее по практическим соображениям, чем по причине несовместимости. Монстра тригоранга и так было достаточно сложно одолеть. К тому же из семи активных навыков мне нужно было убедиться, что появится именно тот цвет, который мне нужен. Мало того, что сложность приобретения была слишком высока, так еще и с точки зрения защиты существовал монстр четырегоранга под названием Стальной Гигант, который был более эффективен, чем этот. Но у Стального Гиганта есть и недостаток, он не может использовать оружие. В конце концов, это дело вкуса. Хотелось ли вам наносить больше урона или просто сосредоточиться на танковании? Разница в характеристиках между двумя эссенциями была незначительной, поэтому в большинстве случаев в игре я выбирал экстремального танка. Я решил, что будет разумнее взрастить дилера урона, чем тратить усилия на поиск эссенции агро. И действительно, решение оказалось верным. В результате мне удалось открыть оригинальную версию Двери в Бездну, до которой никто не добирался. Но, честно говоря, игры немного лучше. Гибкое изменение метода роста, вот в чем была прелесть этой игры, и в этом же заключалось мастерство игрока. В любом случае, окончательная комбинация не была строго определена. Кроме основных эссенции, остальные не имели решающего значения. Я определился с тремя-четырьмя кандидатами со схожими характеристиками на каждую основную роль. Эссенцию брал первый, который из них выпадал, и перешел к следующему. Я хотел пройти игру, а не сделать совершенного персонажа. Немного разочаровало, что это не желтая эссенция, но это не изменит весь метод роста. В это было трудно поверить. Я обменял эссенцию вампира, надеясь в лучшем случае получить стального гиганта, но стоит ли говорить, что результат получился сверх того? Каковы условия? Если предложить конкретно эссенцию вампира-хранителя, можно получить 2-ой ранг? Это был невинный вопрос. Как геймера, меня охватило любопытство, но я заставил себя подавить его. Теперь это должно составить около 30%. Нет, может быть 40%. Пересмотрев коэффициент выживаемости в соответствии с новой ситуацией, я нарисовал в голове новую, подробную схему боя. Что можно сделать в данный момент, чтобы еще немного повысить вероятность? Лучше снять броню. Он ни за что не станет ждать, пока мы подготовимся. Как мечник, точащий меч в ночь перед решающей битвой, я уточнял планы и искал лучшие варианты. Снижение когнитивных способностей оказалось не таким серьезным, как я думал. Если соотношение сил будет таким хорошим, то я не буду отброшен назад в плане грубой силы. Кусочки плана одна за другой складывались в единую фигуру. Однако, чем больше я планировал, тем быстрее билось мое сердце. Тудум. Будущее было подобно разбитому стеклу. Никто не мог идеально предсказать результат. Каким бы совершенным ни был план, в нем появлялось бесчисленное множество переменных. С этого момента мне приходилось импровизировать, как при вызове лорда этажа. Тудум. Может быть, есть что-то еще, что я мог бы подготовить? Нет ли ошибки в моих рассуждениях? Как на экзамене, где на кону стояла моя жизнь, я снова и снова бескомпромиссно размышлял. Прошло много времени. Ротмиллер проснулся и тихо позвал меня. Бьерн. Что-то приближается. Это означало, что время пришло. Я поспешно разбудил своих товарищей по команде и посмотрел на часы. 9.47 с момента перерыва прошло около 4 часов. Другими словами, до закрытия лабиринта оставалось около 38 часов. Это быстрее, чем мы ожидали. Должно быть, у них есть способ нас отследить. Я пропустил слова Ротмиллера из одного уха в другое. Это было то, что я уже знал, и если и была информация, которую мне нужно было запечатлеть в своей голове прямо сейчас, то это было не это. Итак, путь оттуда-сюда занял 4 часа. Все предпосылки для нового плана были выполнены. Теперь топ оставалось только бросить кости. Топ-топ. Через равные промежутки времени из темноты раздавались шаги. Они приближались к нам, словно хотели задушить. Не спеша, медленно. Топ вскоре в поле зрения появился в АГАЗ. Его спутником был несчастный калека. Тот, видимо, принес очередную жертву, потому что из его прищуренного глаза капала кровь. Это слишком жестоко. Почему он так поступил со своим товарищем? Все нахмурились, глядя на это странное зрелище, но я испустил тихий вздох облегчения. Он оставил жреца у портала. Если бы они пришли вместе, у нас не было бы никаких шансов. Топ. Пока я размышлял об этом, в АГАЗ остановился на достаточном расстоянии. Наступила тяжелая тишина. Что, все живы? Он легкомысленно усмехнулся. Это была далеко не та реакция, которую я ожидал. Мне бы не показалось странным, если бы он сначала начал колоть мне живот. А чем он? Я подумал, что кто-то умер, потому что ко мне внезапно вернулись силы. Эти слова сняли все тревоги. Неудивительно, что он странно спокоен. Он еще не заметил. Он думал, что сдерживаемое желание все еще у меня в брюхе. Послушав его, стало понятно, почему он так подумал. Пока он не продолжил. Ах, да. Полагаю, ты съел эссенцию Вайкундуса. Даже на фоне всего этого парень представил новую возможность. Я не мог удержаться от смеха. Я не ожидал, что он окажется еще и таким недалеким. Даже если восемь из нас должны были разделить показатели из-за хранителя равновесия, прирост не был соразмерен с Вайкундусом. Этот парень, должно быть, тоже это почувствовал. Однако он уже решил, какой ответ ему нужен, и искал доказательства. Как же он мог прийти к правильному ответу? Убийца драконов, Регалвагас. Я мысленно добавил еще один пункт о нем. Удивительно, но этот парень был оптимистом. Но, возможно, мой смех показался ему зловещим. Он стер свою расслабленность и спросил меня. Варвар, ты ведь сдержал свою клятву, верно? Я уставился на него, не отвечая, с выражением лица, говорящим. Нужно ли мне вообще объяснять? Казалось, что даже этого ему было недостаточно. Предмет, где предмет? Спросил он снова. На этот раз в его голосе прозвучало раздражение. Хотя он и пытался отрицать это, ссылаясь на то, что ему это дорого обошлось, он сам постепенно начинал понимать, что его, возможно, одурачили. Наконец он спросил. Ты уже использовал его, верно? Я ответил. О, это было не специально. Что? Извини. Мне просто было скучно, и я возился с ним, но он случайно сломался. Несмотря на мои искренние извинения, он дрожал, как осиновое дерево. Он медленно принимал правду. Он был одурачен тем, что варвары, у которых была только честь, которую защищали и считали ее такой же ценной, как и их жизнь, клятву воина. Я вижу, ты с самого начала не собирался сдержать свою клятву. Жгучая убийственная энергия коснулась моей кожи. Как и подобает варвару, я уверенно расправил плечи. Значит, тебе все равно, что я сожалею. Сдохни. Когда я услышал этот голос, меч уже был виден на близком расстоянии. В этот мгновение настолько он сократил расстояние. Я успел вовремя среагировать, потому что следил за каждым его движением, провоцируя его. Шух. Я поднял свой щит. Не для того, чтобы блокировать его. Кланг. Я со всей силой ударил по мечу сбоку. Это была контрмера, которую я придумал, прокручивая в голове симуляцию боя в оставшееся время. Меч был арковым. Блокируя его можно было получить только дыру в щите. Двалки. Как только я с переполнявшей меня силой оттолкнул его и закричал, сработала магия, о которой я его заранее проинструктировал. Риол Варп Двалки применил заклинание 7 Гуранга Ледяной Шторм. К счастью, похоже, что он закончил заклинание, пока я разговаривал и выигрывал время. Ша-ша-ша. Острые осколки льда закружились вокруг и заполнили проход. Было так холодно, что по коже побежали мурашки, прилипая даже к стенам вдали. Как ни странно, в конце метели я почувствовал странное тепло. Даже не видя его, было понятно, что это такое. Ригал Вагас применил Пич. Это была одна из способностей монстра 4 Гуранга Лавового Гиганта. Баф Навык, который при активации делал пользователя невосприимчивым к урону холодом и огнем и значительно увеличивал показатели телосложения. Я беспокоился насчет того, что это информация десятилетней давности, но она все еще была у него. Разрывание бумаги. Я без сожаления разорвал свиток. Он был получен после победы над одним из промежуточных боссов, Аргосом, и должен был использоваться для победы над Минотавром. Пламя жадности обнаружило навык огненного типа в области действия. Определение цели завершено. Эссенция лавового гиганта, которой обладает Ригал Вагас, будет запечатана на 48 часов. Тепло на другой стороне прохода прекратилось одновременно с тем, как сгорел свиток. Итак, с одной эссенцией 4 Гуранга разобрались. Интересно, как там сейчас этот ублюдок? Ша-а-а-а. Вскоре метель, заморозившая весь проход, рассеялась. Парень стоял совершенно невредимый, без каких-либо повреждений, за полупрозрачной черной занавеской, напоминающей окно. Это все, на что вы способны? Ублюдок посмотрел на нас и ехидно улыбнулся. Если он считал, что это внезапная атака, решающая убийственный удар, то в этом был смысл. Я и не думал, что все это сработает. Навык, который он только что использовал, был темная завеса, которого не было в списке эссенций, о которых мне говорил Ротмиллер. Другими словами, одна из переменных, которая меня волновала, была определена. Остались только одна или две неопознанные эссенции. Конечно, у него могли быть и другие номерные предметы, так что мне нужно было следить за ним. Бум. Не успел я собраться с мыслями, как он снова оказался подли меня. Как и раньше, я пытался отбить меч своим щитом, но он тоже не был дураком и учился на ошибках. Вум. Щит полетел по воздуху. Когда я понял это, то почувствовал легкую боль и ощущение инородного тела в области плеча. Резь. При проверке оказалось, что арковый меч, разрезавший литинумовый щит, как масло, вонзился в мою руку примерно на три эсэм. Как только наши взгляды встретились, на его лице появилось выражение недоумения. Он собирался отрубить мне руку, но пробил ее только на такую глубину. Причина была проста. Знаешь, какие у меня сейчас показатели физического сопротивления? Пассивным навыком Агра была железная кожа. Навык с безумными характеристиками, который удваивал физическое сопротивление и увеличивал его еще в два раза для рубящих атак. Если у нас были схожие показатели из-за хранителя равновесия, то вполне естественно, что я смогу противостоять даже длинному мечу из арки. Хэм. Я не хотел показывать ему это так рано. Пока не представится возможность, я хотел блокировать меч щитом и скрывать это как можно дольше. Однако человек его уровня мог догадаться, от какой эссенции исходит эта способность. Глядя на его покрытую ожогами макушку, я решил использовать активный навык красной эссенции Агра, первый настоящий атакующий навык, которую я получил после злосчастного взрыва плоти. Вы применили взмах. Разрушительная сила тупого оружия значительно увеличилась пропорционально вашей силе. Я не знал, почему у парня с прозвищем Тиран Лиса именно такое название навыка. Что ж, лишь бы эффекты были хорошими. Вум. Я со всей силы взмахнул булавой. 0. 280 том 1. Глава 140. Пробуждение. Часть 3. Взмах. Поскольку этот навык был просто мощным взмахом, в отличие от других навыков, не было необходимости в интенсивной визуализации. Вум. Взмах не имел даже обычных спецэффектов, таких как падающий на оружие свет или порыв ветра. Именно этим я был недоволен во время игры. Навыки, как правило, становились более причудливыми и имели более крутые названия по мере повышения ранга, так почему же взмах был единственным таким? Сегодня я узнал ответ. Даже Огр помешан на эффективности. В действительности эффект не приносил никакой пользы. Он только выделял и раскрывал мою информацию хорошо информированному противнику. Это было довольно практично. Регал Вагас применил темную завесу. Как будто, чтобы подтвердить мои слова, этот ублюдок использовал защитный навык. На каком именно основании было принято это решение, неизвестно. Возможно, он просто решил, что этого достаточно. Может быть, он решил, что разумнее не отступать, а воткнуть меч в жизни на важную точку, сохраняя дистанцию. Треск. Темная завеса. Навык 4-го ранга рассыпался, как только коснулся моей булавы, не продержавшейся секунды. Это было естественно. Пусть у него и не было такого грандиозного названия, как сотрясение земли или воплощение ярости, но взмах был атакующим навыком, принадлежащим к верхнему уровню даже на 3-ем ранге. Только тогда он осознал ситуацию и скрутил свое тело. О, если ты собрался уклоняться, то надо было делать это с самого начала. Удар. Я целился в макушку, но моя булава угодила ему в плечо. С коротким стоном Вагас поспешно увеличил расстояние. Хруст его вывихнутый плечо деформировалось. Он быстро зажал меч ртом, а свободную руку засунул в карман. Скорее всего, это было подпространство, а то, что ему было нужно, зелье. Я что, похож на дурака? Я не собирался давать ему время на восстановление. Двалки. Использую управление голосом. Прежде всего, поскольку мой противник был человеком, я включил голосовое управление и бросился на него. Я быстро отдавал приказы. Хикурат. Ротмиллер. Вы двое охраняете Двалки. Миша, держись прямо за мной. Конечно, времени на долгие разговоры не было, поэтому мы снова встали в базовую формацию. Затем я пошагово проинструктировал их о деталях. К счастью, мои товарищи по команде приняли свои задания без лишних комментариев. Началось все с Двалки. Вум. В тот момент, когда этот ублюдок уклонился от моей булавы, двигаясь как персонаж ловкости, в его тело просочилась магия проклятия. Риол Варп Двалки применил магию проклятий 9 Гуранга. Замедление. Вообще-то можно было сказать, что Двалки выполнял роль одного человека, используя только одно это заклинание. В конце концов, этот ублюдок специализировался на ловкости. Ах ты, мразь. Он не скрывал своего гнева и продемонстрировал всю свою силу, начиная с продвинутого ускорения и заканчивая остаточным образом, которые были от эссенции 5 Гуранга. Значение его ловкости мгновенно возросло. Рывок. Возможно, из-за снижения когнитивных способностей мои глаза болели, просто следя за его движениями. Даже с поправкой на показатели и замедлением, он все равно такой быстрый. Это напомнило мне о том, каким монстром он был на самом деле, но я спокойно продолжал делать то, что должен был. Судя по тому, что его рука не заживает, похоже, у него нет ни эссенции регенерации, ни соответствующих номерных предметов. Сузя в круг возможных вариантов развития событий на основе полученной информации, я сосредоточился на отведенной мне роли. Разумеется, моя роль была проста. Стоять посреди прохода и быть избитым до полусмерти. Резь. Ляск. Удар. Даже не думая о быстрой смерти, холодно пробормотал он. Разумеется, уклониться от его атак с моей ловкостью было невозможно, в то время как он демонстрировал всю свою силу. Блокировать арковый меч щитом было практически бессмысленно. Я принял его своим телом. Чиха-ха-ха-ха-ха. В одно мгновение все мое тело было безжалостно проткнуто мечом, и кислотная кровь потекла через открытые участки кожи. Поскольку эссенция вампира исчезла, рана не заживала сама по себе, как раньше. Впрочем, это не было проблемой, когда это я загрызал врага целыми зубами. Клинк. Ротмиллер, сдерживавший врага арбалетом со спины, в режиме реального времени проверил мое состояние и бросил мне зелье из своего хранилища сокровищ. Ваше тело регенерирует благодаря эффекту восстановления сред. Этот режим был также известен, как режим варвара-новичка. Давненько я этого не делал. В отличие от меня, переполненного чувством ностальгии, в глазах вага сочеталось недоверие. Я догадался, что, глядя на мое лицо, он понял, что я не способен чувствовать боль. Он недоверчиво пробормотал. Сумасшедший ублюдок. Несмотря на то, что он, должно быть, долгое время находился в лабиринте и выходил из него с таким ублюдком, как я, он еще не сталкивался. Как-то так получилось, что я получил восторженный отзыв. Разумеется, ответом была булава. Вум. Пока он проворно уклонялся, двор продолжал поддерживать. Хикурат Мурат применил молнию. Хикурат Мурат применил высвобождение. Электрическая сфера изящно выстрелила и взлетела в воздух. Вагас наступил на стену и снова прыгнул, чтобы избежать этого. Однако это не слишком разочаровало. В любом случае, это не было истинной ролью Хикурода. Что, по-твоему, может сделать кучка червей? Крикнул Вагас. Я попросил дворфа сделать всего три вещи. Помочь на расстоянии с помощью высвобождения молнии, защитить двалки в случае непредвиденной ситуации. Регал Вагас применил отпечаток страха своевременно использовать предметы. Хикурат Мурат использовал защитный браслет хранителя. Сильно отбрасывает врагов назад и дает временный иммунитет ко всем вредным эффектам, наложенным на союзников. Способность монстра 4 Гуранга Кошмара Отпечаток Страха временно вселяла сильный страх в противника и наделяла равным этому значениям телосложения. Не успел я как следует почувствовать этот навык, как налетел порыв ветра и развеял мои мысли. Как и ожидалось, Хранитель Равновесия не был деактивирован, так как это не было вредным эффектом. Бихилла-а-а-а. Поскольку мой противник был отброшен назад, я быстро побежал к нему, даже используя дикий всплеск, и обрушил на него булаву. Вум. Я не стал использовать взмах, так как было ясно, что он все равно уклонится. Рывок. Вагас повернул тело в сторону и замахнулся на меня мечом. Тогда Миша, стоявшая за моей спиной, прицелилась ему в бок. Удар. Лезвие меча не глубоко, но уверенно вонзилось в кожу. Он вздрогнул и тут же нанес ответный удар, но Миша быстро переместилась за мою спину. Отлично. Она двигалась именно так, как я хотел. Вагос скрипнул зубами и пробормотал. Вы не знаете с кем связались. Судя по очередному восторженному отзыву, с моей тактикой проблем не было. Таким образом, текущая ситуация сохранялась. Ваше тело регенерирует благодаря эффекту восстановления сред. Я взял на себя роль мясного щита. Двалки, Ротмеллер и Хикурот оказывали мне дальнюю поддержку. Когда его било током или он уклонялся от моих атак, при каждом удобном случае Миша прыгала вперед и вонзала свой меч. Рубить, колоть. Повреждения неуклонно росли по мере затягивания боя. Не надейтесь, что вам удастся выбраться живыми. В конце концов, этот ублюдок использовал эссенции и номерные предметы, неизвестные в городе, но это ничего не изменило. Частота использования зелий увеличилась, но этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Он только болтал. В любом случае, похоже, он действительно был 9го уровня. Все его 9 эссенции были раскрыты, последней была эссенция 3го ранга. Что ж, если речь шла о 3м ранге, то его не так-то просто было получить даже на 9м этаже, так что, наверное, это было естественно. Бьерн. Этот блестящий клинок снова приближается. Вскоре я почувствовал, что пора заканчивать поединок. После примерно 30 минут боя все его карты были раскрыты. Кроме того, он мог отойти на некоторое время и вернуться с жрецом. Поэтому, сейчас, когда бой затянулся, и мы уже привыкли к сложившейся ситуации, я со всей силы бросился вперед и протянул руку. Он немного отступил назад, увеличивая расстояние. Он мало чем отличался от сумасшедшей суки. Когда они считали, что приспособились, они двигались только настолько, насколько это было необходимо. Это привычка только сильных или что-то еще? Большое спасибо. Вы применили гигантизацию. Мое тело выросло, и руки удлинились соответственно. Не упуская случая, я схватил его за шею. На его лице впервые проступило выражение срочности. Он, наверное, не знал, что у меня есть гигантизация, ведь я намеренно избегал его использования все это время. Чувствовалось, что все мои труды окупаются. Это красный свет. Драгоценный камень на его кольце светофора засветился красным светом. Я поднял булаву и без паузы закричал. Бехилла-а-а-а-а. Завершающий удар, ради которого я терпеливо ждал этот единственный шанс, стал тем, что сегодня должен быть моим последним приемом. В состоянии гигантизации, когда мои показатели взлетели с диким всплеском, я со всей силой ударил булавой по голове противника. Замах у меня была уверенность, что если я сделаю этот единственный удар правильно, то все будет кончено. На онде саунза. Вот почему я видел все изменения, произошедшие в тот момент, когда его губы разомкнулись. Ваша сила души недостаточно. Гигантизация завершена. Силы покинули все мое тело. Кроме того, уровень моих глаз в одно мгновение упал, а поле зрения сузилось. Кванг. Булава выпала из рук и ударилась об пол. Вжух ублюдок в какой-то момент вырвался из моего захвата, и его вырвало кровью. Наблюдая за этим, я думал только об одном. Проклятый урод. Что ты только что сделал? Ответ пришел быстро. Блять. Это была уникальная способность, с которой рождаются все представители драконьей расы, то, что он не должен был быть способен использовать из-за драконьего проклятия. Регал Вагас применил драконий язык. Молчание души. Это был драконий язык. Полевой эффект хранителя равновесия уравнял сумму основных показателей, но в то же время ему пришлось сражаться одному против многих. Одна из его эссенций 4 Горанга была даже запечатана. Благодаря эссенции Агра, я разработал стратегию борьбы с арковым длинным мечом, который был самой сложной частью. Мы щедро использовали различные расходные материалы, добытые в потайной комнате, и даже специальное движение, нацеленное в решающий момент. Я думал, что этого будет достаточно для победы, даже, если бы противником был исследователь с 9 Го этажа. Как бы жалко это ни было, но отчаяние может настигнуть любого и в любой момент. Диагностирование редкого заболевания в юном возрасте, попадание в трагическую аварию на прогулке и потеря близкого человека, сильный пожар в доме родственников, который приютил меня, или внезапное исчезновение мамы, которая обещала быть со мной завтра. Все это происходило в реальной жизни, независимо от того, шел ли дождь или светило солнце. Отчаяние имело свойство следовать за кем-то, как и в этот момент. Плевок мужчина сплюнул на пол кровавую слизь и поднял упавший на пол арковый меч. Вот только. Из-из-из-из-из-из-из. От меча полетели искры, словно он отвергал его прикосновения. Вагос нахмурился, с силой выхватил меч, ввел его в подпространство и медленно пошел к нам. Топ. Я с трудом поднял булаву. Оружие, еще мгновение назад казавшееся легким, как перышко, теперь было тяжелым, как железный пруд. Топ информации об этом феномене всплыла в голове, не требуя напрягать мозги. Вы впали в состояние истощения души. Истощение души, это аномальное состояние, возникающее при падении силы души до ноль. Я мог по пальцам пересчитать, сколько раз это случалось со мной в игре. Даже если бы вы использовали все свои навыки, сила души не должна была упасть до ноль. Все показатели временно уменьшились на 70%, я все понял. Новый план провалился, все вдруг затихли, а цена? Что ж, сейчас мы это узнаем. Удар. Он ударил меня ногой, и я полетел. Хотя я блокировал его обеими руками, удар прозвучал до костей. Бьерн. Миша поспешно выхватила меч и бросилась на него, но он был слишком короток, чтобы дотянуться до него. Ааааа. Словно мастер боевых искусств, он обхватил запястье Миши и выхватил меч. Дрянная сука. Он ударил Мишу ногой в живот и отправил ее в далекий полет. Стрела, которую вовремя запустил Ротмиллер, была разрублена надвое еще до того, как коснулась его. Из-за этой мрази холодно пробормотал он, посмотрев на нас. От одной этой фразы по моему телу пробежали мурашки, а сердце бешено забилось, как будто вышло из строя. Однако даже в этот момент в голове мой мозг, по привычке, собрал воедино все подсказки. Вы все не представляете, сколько времени я только что выбросил в окно. Вагас тоже был не в лучшей форме. Независимо от того, рвало его кровью или нет, если бы он был в стопроцентном состоянии, моя рука уже должна была бы быть сломана. Судя по тому, что я видел, он сейчас не мог даже пользоваться мечом. Было много положительных признаков. Однако это не шло ни в какое сравнение с нашей ситуацией. Мисс Карлштейн, очнитесь. Раздался сзади плачущий голос. Вагас сделал еще один шаг ко мне. Варвар, не жди вечного покоя. Даже смерть не спасет тебя. Это было не просто угроза, сделанная с целью напугать меня. Я знал, какой единственной эссенцией триго ранга он обладал. Топ-ситуация, по сути, была безнадежной. Что мне делать? При таком раскладе даже сбежать будет сложно. Именно в этот момент в моей голове пронеслись такие мысли. Риол варб 2 лки применил атакующую магию 8 гуранга. Ледяное копье выстрелило ледяное копье той же силы, что и раньше. Точнее, 2, так как корректировка траектории была завершена. Вагас поспешно повернулся, чтобы уклониться от одного копья. И едва успел заблокировать мечом второе. Обычно он заблокировал бы его темной завесой или легко разрубил бы на куски мечом. Но он с трудом заблокировал его с помощью магии. И тут я кое-что понял. Не знаю, почему я не подумал об этом сразу, но маги не используют силу души. Иными словами, Дебоф, вызванный истощением души, не накладывался на них. Да, похоже, сначала мне придется убить тебя. Это означало, что если мы хотим жить, все возьмите себя в руки, то должны защитить Двалки. 1. 285. Том 1. Глава 141. Пробуждение. Часть 4. Гектор Людвиг. Несчастный старик, который был уважаемым верховным жрецом церкви Риатлас, но в последние годы жизни был похищен убийцей драконов и вынужден был стать подчиненным злого Бога. Да пребудет с ними благословение сумеречной звезды. Он сделал паузу, по привычке осеняя себя крестным знамением из-за голоса злого Бога, раздавшегося в его голове. Лицемер, неужели ты все еще питаешь тщетные надежды? Не нужно было ему это говорить, он и так знает, что это тщетно и не более чем лицемерие. Как бы он не оправдывался, все это было результатом его выбора. Если бы в тот день, если бы он не поддался злу, если бы, подобно великим людям из истории, не отказался от своих убеждений и взял на себя все жертвы, он бы никогда не дошел до этого места. Многие не погибли бы в отчаянии, а исследователи, которых он встретил сегодня, закончили бы свою экспедицию и без проблем вернулись бы домой. Сжатие Людвиг сжал в кулак свою морщинистую руку. Это было бессмысленное предположение и сожаление. Даже если бы он вернулся в тот день, то наверняка сделал бы тот же выбор. Словно в подтверждение своих слов, он все еще стоял перед мерцающим порталом, чтобы выполнить приказ убийцы драконов. Точнее говоря, чтобы защитить своего драгоценного внука, он охранял это место на случай, если эти люди сбегут в это место. В его голове мелькнула мысль. Надеюсь, они не придут сюда. Это была единственная надежда, которая у него оставалась. Маленькая было бы недостаточно, чтобы описать эту крохотную надежду. Однако злой бог не удовлетворился даже этим. Повзросли. Долгие годы отчаяния сломили его стремления, и теперь он потерял даже желание решать проблему. Как раб, который радуется тому, что его ударили всего один раз за день, так и он смирился с жалкой действительностью, уверяя себя, что это меньшее зло и лучшее, что он может сделать, даже не обращая внимания на то, что у него есть средства, чтобы покончить со всем этим. Как будто этого было еще недостаточно, злой бог произнес. Лицемер, смотри, это отчаяние и боль рождены тобой. Голос резонировал так, словно был выгравирован в его мозгу. Вскоре перед его плотно закрытыми веками возникла сцена. Варвар и его союзники сражались с великим злом в ситуации, когда, казалось бы, у них не было шансов на победу, в отличие от него самого, покорного судьбе. Бехилла-а-а-а-а-а-а. Значит, не убежишь. Вагас посмотрел на меня и рассмеялся, словно я для него ничто. Я с усилием приподнял уголки губ, так как не собирался отступать в психологической войне. В любом случае, не похоже, что он даст нам уйти. Текущая ситуация была предельно проста. В товарищеской игре на экране появилось бы сообщение типа «Используйте мага, чтобы выжить, пока не закончится состояние истощения души». Истощение души длилось около 20 минут. Мне придется держаться до этого момента. Кроме того, убежать было невозможно. Не было более легкой добычи, чем та, которая показывает спину. «Защитите двалки!» Крикнул я со всей силы. Рывок. Вагас оттолкнулся от земли, словно не желая давать нам времени. Его тело мгновенно ускорилось. В его руке был змеиный клык, который он отобрал у Миши. «Черт, как мне отнять у него это?» Я отогнал горькие чувства и до конца сосредоточился на движениях парня. Кланг. Когда я блокировал удар меча булавой, моя нога соскользнула назад. Это означало, что меня пересилили в том, в чем я был уверен больше всего. В силе. Вжух. Меч снова взмахнул по плавной кривой. Я поспешно отступил назад, но этого было недостаточно, чтобы уследить за его движением. Это также означало, что у него было преимущество и в ловкости. Удар. Кислотная кровь брызнула из разрывов кожи. Железная кожа тоже не работала. Я надеялся на обратное, так как он, похоже, не мог больше пользоваться ярковым мечом. Это был навык, эффективность которого возрастала по мере увеличения физического сопротивления. Вум. Я стер свои жалобы и взмахнул булавой. Резь. Я не мог даже прикоснуться к парню. Вместо этого у меня стало больше ран. Однако я снова взмахнул булавой. Выигрывать время для товарищей по команде, принимая удары снова и снова, было моей ролью. Двалки, сколько времени осталось до заклинания. Оно готово. Но вы двое слишком близко. Просто стреляй. Наконец, долгожданное ледяное копье выстрелило. Как и ожидалось, Вагаз быстро отступил. К счастью, он посчитал, что быть пораженным вместе со мной будет невыгодно. Рывок. Я тоже отступил назад и вышел из области действия ледяного копья. Не успев перевести дух, я быстро протянул руку назад и достал из рюкзака щит. Я все еще не мог использовать гигантизацию, поэтому решил, что щит будет гораздо полезнее в бою, учитывая, что арковый меч вышел из игры. Будь моя воля, я бы еще и нагрудник надел, но он не даст мне достаточно времени для этого. Я выкинул из головы сожаление о том, чего у меня не было. Я решил сосредоточить все свое внимание на том, что мне нужно, а не на том, чего я не могу иметь. Отбрось то, что не нужно, и возьми только то, что должно быть взято. В этом смысле сейчас мне нужно было проверить одну вещь, что случилось с Мишей. Похоже, у нее сломались кости и при этом задеты кишки. Я дал ей зелье, так что скоро поправится. Итак, до тех пор нам предстояло сражаться 4 против 1. Это было хладнокровно, но я был рад, что был выбит недвалки. Если бы это был он, у нас не было бы ни единого шанса. Осторожно. Вага снова побежал ко мне. Конечно, у него нет времени терпеливо ждать. Пока что это был положительный фактор. Да, ты тоже торопишься. Я ожидал этого, но увиденное придало мне уверенности. Этот парень не страдал от кратковременного аномального состояния, о чем можно было судить по тому, как он мчался, словно не мог потратить ни одну секунду впустую. Кланг. Он поднажал, чтобы довести битву до конца, пока не закончилось действие истощения души. Резь проще говоря, это означало, что нам представится возможность, если мы выстоим 20 минут. Мне придется держаться 20 минут? Это безумие. Время было не на нашей стороне. Он не знал, но теперь у нас оставалось всего 4 зелья. Два продвинутых, одно среднего и одно высокого ранга. В таком темпе они точно будут исчерпаны за несколько минут. Бихил-ла-а-а-а. Я закричал со всей силы и оттолкнул его щитом, затем быстро бросился вперед, замахиваясь булавой. Я рассудил, что такая расслабленная тактика не даст 20 минут. Похоже, он был доволен моим безрассудным поведением. Конечно, это довольство длилось только первые несколько минут. Вжух. Если он увеличивал дистанцию, я сразу же настигал его и больше концентрировался на нападении, а не на защите, независимо от того, летели ли на нас стрелы Ротмиллера или заклинания Двалки. Хочешь убить меня вместе с собой? Сказал Вагас. Размахивая булавой, я беспрестанно следовал за ним, как партнер по танцам режим стойкого варвара. По иронии судьбы, эта тактика действительно уменьшила мои повреждения и заставила его даже не осмелиться подойти к Двалке. Это доказывает, что лучшая защита – это нападение. Цук. Вагас перестал орудовать мечом и повернулся, чтобы избежать удара ледяного копья. К сожалению, для него он повернулся в ту сторону, куда был нацелен арбалет. Цук. Это было грандиозное первое попадание. Благодаря его физическому сопротивлению, рана не была глубокой, но поскольку она попала в бедро, это привело к ограничению подвижности. Возможно, он также начал что-то понимать. Достаточно игр. С этого момента импульс в его глазах изменился. После этого я быстро отступил. Тот, кто научился отказываться от чего-то ради достижения цели, опасен в любом случае. Живучие твари. Я почувствовал сильную убийственную энергию от меча, которым он взмахнул, как будто с него сняли оковы. Его меч, ограничивавший траекторию для защиты, прочертил свободную траекторию с единственной целью – атаковать. Но самым большим изменением было нечто другое. Вжух. Несмотря на то, что стрела задела его плечо, он не дрогнул и бросился на меня. В результате, после нескольких ударов, его клинок глубоко вонзился мне в живот. Удар. Так как я потерял естественную регенерацию, это ранение было бы смертельным, если бы я не принял меры. Ваше тело регенерирует благодаря эффекту восстановления сред. По решению Ротмиллера была использована еще одна склянка зелья. Теперь оставались только одно высокого ранга и два продвинутых, что не есть хорошо. Рывок. Мне не удалось его остановить. Словно выполняя какой-то акробатический трюк, он наступил на занесенную булаву и перепрыгнул через меня. Проклятие. Я быстро крутанулся и протянул руку, но было уже поздно. Парень еще раз оттолкнулся о землю и быстро сократил расстояние с тылом. Назад. Хикурат встал перед двалки, но это мало что дало. Как он мог остановить монстра в лоб, если у него не было ключевого навыка баланс веса? Бах. Дворф полетел, как футбольный мяч, с одного удара, держась за свой щит. Ротмиллер бросил арбалет и взмахнул мечом. Разумеется, ничего не вышло. Удар. Вагас очень легко парировал меч Ротмиллера, вонзив зеленое лезвие ему в живот. Но как только он попытался вытащить меч, Ротмиллер схватил его за руку и остановил. Это наш предмет. Шууууууу. К счастью, ледяное копье выстрелило вовремя. Вагас отпустил меч и отступил назад. Шарко не вскоре ротмиллер, потеряв опору, без сил рухнул на пол. Однако меч, застрявший в его животе, исчез. Он положил его в хранилище сокровищ мимика, не требующие силу души, чтобы Вагас не смог им воспользоваться и хоть немного помочь команде. Я смогу спасти его, если вовремя дам ему зелье. Несмотря на ранение товарища, я сохранял спокойствие. Однако не все смогли. Что ты сделал с Ротмиллером? Миша, прислонившаяся к стене и приходящая в себя, замахнулась на Вагоса мечом, не в силах даже пошевелиться, зная, что не достанет его. Это было сделано с единственной целью. Ты не тронешь Двалки Агрх. От его удара тело Миши снова ударилось о стену. Но вместо того, чтобы направиться к Двалке, он быстро двинулся к потерявшей сознание Миши. Было очевидно, что он собирается сделать. Видимо, он намеревался добить ее и украсть единственный оставшийся меч, этот проклятый вороватый ублюдок. Мы же говорили тебе, это наши. Я взмахнул булавой, словно отгоняя мух, и Вагос, не раздумывая, отвалил от Миши. Он засмеялся. Варвар, ты все еще рассчитываешь на него? О чем говорил этот урод? Разве это не было очевидно? Вместо ответа я бросился к нему. Вум. Он легко отступил и уклонился. Ты действительно веришь в это ничтожество? Вмага, который за вычетом нескольких проклятий, способен лишь бросаться ледяными глыбами и обдувать холодным воздухом. Конечно, верю, что плохого было в низкоуровневых атакующих заклинаниях. Если они попадали в голову, то могли убить точно так же. Даже одного удачного удара было бы достаточно, так что Двалке нужно было просто ударить его один раз. А до тех пор я как-нибудь выиграю время. Двалке. Я изо всех сил крикнул, что пора пустить в ход магию. Но что это? Блять. Магия не летела. Сертифицированный маг, Риол Варп Двалке, не случайно решился подать заявку на вступление в команду с двумя войнами. Ему хотелось выглядеть особенным человеком, поэтому он выбрал команду, которая выглядела проще всего. Ему казалось, что наличие двух воинов сделает мага более ценным. Однако раскрытие сущности не заняло много времени. Меня зовут Риол Варп Двалке. Я маг-8 Горанга и работник государственной службы при Равдонском Королевском. Ясно, так ты мусор. Мусор, тот, кого коллеги маги даже не считали за мага. Ха-ха-ха. Так мы что, команда из одних неудачников? Да, так будет даже лучше. Значит, нам больше не придется унывать друг перед другом. Тем не менее, эти люди были не против. Они говорили, что были в таком же положении и понимали его. Это было похоже на спасение. Он даже подумал, что, возможно, 25 лет его жизни были потрачены на то, чтобы встретиться с ними. Но ты действительно веришь в это ничтожество? В мага, который за вычетом нескольких проклятили, способен лишь бросаться ледяными глыбами и обдувать холодным воздухом. В конце концов, суть не изменилась. Несмотря на то, что настал момент блистать, он не сделал ничего путного. Какой бы сильной ни была его мана, он оставался недомогом, не оправдывающим даже ожиданий своих драгоценных коллег. Но, назад. Несмотря на это, друг защищал его. Это наш предмет. Он не смог спасти своего улыбчивого коллегу, в тело которого был ванзен меч. Ты не тронешь двалки аграх. Он не мог защитить женщину, в которую влюблен. От этого факта у него помутилось в голове. Он с трудом дышал от ощущения беспомощности. Если бы он мог, то хотел бы убежать от этой жестокой реальности прямо сейчас. К сожалению, для тебя он, похоже, уже сдался. Однако он не должен сдаваться. Может быть, если бы он был совсем один, но его драгоценный товарищ по команде все еще сражался, защищая их всех в одиночку. Варвар, ты должен знать, что все кончено. Не обращая внимания на насмешки, Бьерн молча взмахнул своей булавой, выплескивая кровь изо рта на лицо. До последнего он отдавал все силы, чтобы отбиться. Эй, твое лицо просветлело. Неужели тебе так нравятся твои коллеги? Начав скандировать, двалки вспомнил один разговор из прошлого. Это был разговор с инструктором в учебном центре магической башни, сразу после битвы с Троллим. Что ты хочешь, чтобы я научил тебя магии для сражений с Троллим? Хэм, ну это не невозможно. В тот день двалки заплатил учителю большую сумму денег, чтобы выучить заклинания. Точнее, он выучил комбинацию заклинаний. Учитель согласился научить его, но настоятельно попросил никогда не использовать этот прием. Ускорение мышления значительно улучшало когнитивные способности и заставляло время идти медленно. Усиление маны стимулировало ману, заложенную в сердце, и временно увеличивало ее выработку. Стимуляция сердца принудительно увеличивала частоту сердечных сокращений и распространяла ману по всему телу, а также пересекалась с психосенсорной магией, которая, как известно, имела серьезные побочные эффекты. Тум-тум-тум. Сердце двалки билось так, будто вот-вот взорвется, распространяя ману по всему телу. С другой стороны, его разум был ясен как никогда, а глаза остры. Казалось, он может сделать все, что угодно. Как называется? Точного названия нет. Это сочетание, которое знают все. Однако, если бы я хотел дать ему название, хэм, ну, жертвоприношение, звучит не совсем правильно. Двалки протянул руку. Это было все, что он сделал. Да, пробуждение будет в самый раз. Десятки стрел света вырвались наружу. 0, 282 том 1, глава 142, пробуждение, часть 5. С момента прекращения магической поддержки Двалки прошло 3 минуты. Ну, может быть, даже меньше. Но все равно, по ощущениям, прошло минут 10. Признаюсь, варвар, я никогда в жизни не встречал такого ублюдка, как ты. Я ни разу не оглянулся, пытался ли Вагаз вбить клин в эту команду или нет. Даже если бы Двалки был в состоянии паники, я решил, что ничего не изменится. Но показалось ли ему это скучным, я использую твою душу с пользой. Так что просто умри. Это означало, что игры на этом закончились. Он ударил меня кинжалом, который достал из-за пояса. Удар был нанесен под таким изящным углом, что блокировать его или уклониться было невозможно. В лучшем случае оставалось только выбрать меньший из зол. Я изо всех сил скрутил свое тело и отдал ему легкие вместо сердца. Должно быть, это была почти смертельная травма, но ведь у меня еще оставалось продвинутое зелье. Верно? Выпив его и вылечив это, я как-нибудь продержусь. И Миша, и Хикурат скоро очнутся. Истощение души не будет длиться вечно. За долю секунды я составил план и уже собирался привести его в действие, когда сзади палился ослепительный свет. Ша-шаша. Десятки магических стрел искривились, испуская чистый белый свет. От такого ливня этот ублюдок в недоумении сделал шаг назад. Но, как и тогда, когда против него выступили Хикурат, Ротмиллер и Миша, это не было осмысленным ответом. Уиип. Стрелы света преследовали его, изгибаясь так, словно каждый выстрел обладал собственной волей. В этот момент Вагас перестал убегать и начал отбивать стрелы одну за другой маленьким кинжалом. По виду это мало чем отличалось от черпания воды палкой. Святое дерьмо. Удивительно, но его действия сработали. Хотя он и превратился в ежа, все тело которого пронзали стрелы света, Вагасу удалось защитить свои жизни на важной части. Топ, вдруг я услышал шаги сзади себя и только тогда пришел в себя. Собственно, я этого и ожидал, но за моей спиной стоял Двалки. Проще говоря, это означало, что магия, которая только что была применена, была применена им. Извини, что заставил тебя ждать. Мне потребовалось время, чтобы решиться. Решиться, что случилось. Это мы сможем обсудить после того, как избавимся от этого человека. Двалки отвел взгляд, как бы уклоняясь от ответа. Видя это, я был уверен, что это тот самый Двалки, которого я знал. Какого черта? Я никак не мог понять. Из его тела струилась мана, причем настолько концентрированная, что ее мог почувствовать даже варвар с нулевой способностью к магии. Это было интересно не только мне. Маг, что ты наделал? Спрашивал этот ублюдок, даже когда кровь капала из его тела. На его месте я бы уже убежал. Ты спрашиваешь, хотя сам уже знаешь, что он знает. Когда Двалки посмотрел на него и холодно пробормотал, Вагас превратился в немого. Что он действительно знает? Мне жаль, если ты пытался потянуть время. Но у нас мало времени. Что за черт? Что, черт возьми, происходит? С каких это пор Двалки стал таким внимательным? Моя голова уже давно не могла уследить за происходящим. Тем не менее, я мог судить об одном. Для меня это было очень позитивным событием. Объяснение тому, что он сделал, я смогу услышать позже. Я сосредоточился на ситуации перед собой. Топ вместо того, чтобы спринтерски проскочить по проходу и убежать, Вагас бросился на нас со своим израненным телом. Двалки сказал мне, отойди назад. Ты можешь пострадать. Ах, ох, конечно, я никак не мог приспособиться к смене характера, Но сделал, как он сказал. Что это было теперь? Риол Варп Двалки применил атакующую магию 8 Гуранга. Ледяное копье. Ледяные копья, достаточно большие, чтобы заполнить половину прохода. Выстрелили два раза подряд. Действительно, они полетело в Вагаса, извергая подавляющее давление ветра. Однако, судя по всему, у парня был большой опыт работы с магией такого масштаба. Он спокойно смотрел на ледяное копье, а затем быстро достал из-под пространства арковый меч. Из-из-из-из-из-из-из. Меч испустил искры, словно отвергая его прикосновение. Однако, стиснув зубы, он схватил его и взмахнул, отчего на его шее выступили вены. Бам! Как и подобает арковому мечу с противодействующими магии свойствами, Огромное ледяное копье разлетелось на куски, лишь коснувшись меча. Даже в таком состоянии Вагас снова оттолкнулся от земли, чтобы сократить расстояние. Рывок. Судя по тому, что глаза Двалки слегка дрогнули, для него это тоже было неожиданностью. Но это продолжалось недолго. Риол Варп Двалки применил атакующую магию 7 Гуранга. Ледяной шторм он закончил заклинание менее чем за секунду. Ша-а-а-а. В этот момент на него посыпались не глыбы льда, а маленькие ледяные копья. И на этот раз проблемой оказался тот же самый арковый меч. Вагас подбирался все ближе и ближе сквозь метель. Когда это стало возможным проверить невооруженным глазом, я увидел, что его фигура продвигается вперед, разрубая мечом только самые крупные куски льда. Да, в конце концов, он так просто не сдастся. Я тихо вздохнул и приготовился к тому, что будет дальше. Ничего особенного в этом не было. Моя жизнь была далека от простой, и разве не удел танка защищать того, кто наносит урон? Бехилла-а-а-а-а. Побеждает тот, кто наносит первый удар. Прицелившись в тот момент, когда Вагас вырвался из пурги, я взмахнул булавой. Но даже в этот момент ублюдок был на страже. Несмотря на неожиданную атаку, он быстро среагировал и заблокировал булаву своим мечом. Произошло столкновение между железом 1го-класса и аркой 6го-класса. Резь. Независимо от толщины и плотности булавы, она была разрезана, как масло. Однако Вагаса это не удовлетворило, и он нацелился мне в шею. Из-из-из-из-из-э. В этот момент от меча в бешенстве отскочили искры, и он вздрогнул. Его рука была раскалена до красной и даже дымилась. Может быть, то, что все его тело покрылось ожогами, как-то связано с этим мечом. Я не мог знать подробностей, но он убрал меч обратно в подпространство, решив, что пользоваться им больше невозможно. Рывок. Вагас снова достал свой кинжал и вцепился в меня. Было совершенно ясно, чего он хочет. Я недоумевал, почему он зашел так далеко, чтобы прорваться сквозь магию, но это было то, к чему он стремился. Бьерн, отойди от него. Это была стратегия, похожая на режим стойкого варвара, который я использовал раньше, используя меня как щит, чтобы подавить магию Двалки. Не думал, что меня так используют. Риол Варб Двалки применил магию проклятий 9 Гуранга. Замедление. Вместо магии атаки на Вагаса наложилась магия проклятия, но избавиться от него было не так-то просто, потому что он прижался к моему боку и размахивал кинжалом. Ладно, попробуем. Я ударил булавой, превратившийся в некое подобие копья. Магия не единственное, что может его убить. Удар. С ним было не так сложно справиться, как раньше, благодаря замедлению, которое было еще больше усилено. Кроме того, вместо ледяного копья или ледяного шторма Двалки поддерживал и тонко контролировал небольшое количество магических стрел. Ситуация явно складывалась в мою пользу, но это заставляло меня быть еще более настороженным. Не может быть, чтобы он тоже этого не знал. Этот ублюдок знал о текущей ситуации, о которой Двалки избегал мне рассказывать. Тем не менее, он бросился на меня. Почему? Но у нас мало времени. Ответом было время. У Двалки оставалось мало времени, чтобы поддерживать это состояние. Возможно, Вагас знал об оставшемся времени больше, чем Двалки. Двалки, используй ледяной шторм. Принял я решение. Судя по выражению лица Вагаса, оно было правильным. Однако Двалки колебался. Но, несмотря на то, что он несколько изменился, Двалки оставался. Двалки, не беспокойся обо мне и просто используй его. Когда я выкрикнул замечание, Двалки произнес заклинание. По руке Двалки прокатился холодный вихрь. Ты хорошо переносишь холод? Спросил я Вагаса. Сумасшедший ублюдок. Эй, еще похвала. Я поднял щит и отдалился от Вагаса. Преградив щитом путь мелким глыбом льда, я был полон решимости как-нибудь вытерпеть это. Ша-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вскоре проход, в котором мы находились вдвоем, заполнилась нежная буря, заморозившая кожу. Но что это? Сквозь пургу, в которой трудно было разглядеть даже дюйм впереди, он выхватил кинжал. Удар. Лезвие длиной около 20 сантиметров глубоко вошло в мои легкие. Кашель я не мог дышать. Тем временем куски льда летели и врезались в мое тело. Кристаллы, острые как ледяное копье, рассекали мою кожу. Но я не собирался просто так получать новые повреждения. Удар. Мое тело среагировало первым, и я со всей силой ударил коротким копьем, которое когда-то было моей булавой. В этот момент метель закончилась раньше, чем ожидалось, и ко мне вернулось зрение. Шаа я быстро проверил свое окружение. Удивительно, но за это короткое мгновение произошло три неожиданных события. Первое. Двалки стоял на коленях, из его глаз, носа, рта и ушей текла кровь. Второе. Короткое копье, которое я бессистемно метнул, пронзило сердце ублюдка. Условия активации второго сердца регалового совыполнены. В-третьих. У ублюдка был еще один номерной предмет, который он еще не использовал. Ха, я действительно не хотел больше так ругаться, но, твою мать, этот чертов проклятый гребаный сукин сын. Пока сердце регалового са не восстановится, он получит абсолютную защиту. Что-то красные, напоминающие мускулы, покрывало его тело. Глядя на это, я подумал. Как, черт возьми, мне убить этого ублюдка? Можно ли его убить? Я не знал, но пока что меня рвало кровью. Блеххх. Кашель. Чеха-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Сердцевидная раковина не издала ни одного разъедающего звука, когда была покрыта кислотной кровью. Я без сожаления отвернулся. 3122-е сердце. Расходный номерной предмет, который активировался при нанесении мгновенного смертельного урона сердцу. На моем нынешнем уровне, что бы я ни делал, я не мог преодолеть этот барьер. Значит, придется позаботиться о том, что нужно сделать. Тащица я заставил свое тело, которое даже не могло нормально дышать, сделать медленный шаг. К счастью, Двалки был магом холода. Если бы не состояние обморожения, он бы уже истек кровью. Двалки. Сказать, что состояние Двалки, все еще стоявшего на коленях, было плачевным, ничего сказать. Кровь текла из каждой поры его тела. Когда я проверил его пульс, я почувствовал, что его сердце пульсирует так, как будто нарушено ограничение скорости. Пожалуйста, держись. Поскольку внешних повреждений не было видно, я влил ему в рот продвинутое зелье, только половину, потому что сейчас умирали и другие люди. Тащица я шел так быстро, как только мог. Каждый раз, когда я шел, мой желудок скручивало, и я не мог дышать, но я использовал короткое копье как посох, чтобы ускорить себя. Рот Миллер. К счастью, он был жив, по крайней мере пока. Он шел к смерти совсем не так, как Двалки. Его сердце билось слабо, как будто могло остановиться в любой момент. Я вылил оставшиеся зелья на его раны. Че-хо-хо-хо-хо-хо. Раны закипели и начали затягиваться. Я сел рядом с ним и сосредоточился на своем дыхании. Я продолжал кашлять, из меня хлестала кровь, но все, что я мог сделать, это упорно ждать, пока рот Миллер поправится. В конце концов, два оставшихся зелья находились в хранилище сокровищ этого парня. Через минуту или около того, Бебьерн. Дворф, потерявший сознание от удара головой об стену, пришел в себя. Что с Двалки? Где он? Эй, я тоже умираю вообще-то. Разве лучший друг стоит на первом месте? Не имея сил говорить, я указал в сторону Двалки. Что, черт возьми, случилось? Он бросился к нам, осмотрел Двалки, осторожно взял его на руки и понес ближе. Он без сознания, уф, Миша, которая лежала примерно в 4 метрах от меня, с трудом подняла голову. Бьерн, жив. Слава богу, как всегда, у меня есть только ты. Миша с трудом встала, держась за сломанные ребра. Затем она подошла и села рядом со мной. Ротмиллер. Я дал ему зелье, кашлянул я. Это было похоже на собрание больных. Я хотел немного отдохнуть, но, закончив транспортировку Двалки, Хикурат подошел ко мне и перевязал мою рану. Бьерн, что случилось? Что это за странная раковина? Я не хотел объяснять. У меня не было сил, да и какая разница? Я сосредоточился на дыхании и закрыл глаза. Прости. Вы, наверное, тоже устали? Отдохните. Об остальном я как-нибудь позабочусь. Дворф извинился и отправился обратно узнавать подробности у Двалки. Аномальное состояние истощения души снято наконец, примерно через минуту. Мои показатели пришли в норму, и стало немного легче дышать. Даже если у меня больше не было естественной способности к регенерации, прочность самого тела была другой. Я медленно открыл глаза. Эй, держись, друг мой. Бьерн. Ротмиллер дрожит. С ним все должно быть в порядке, верно? Наступала грань между жизнью и смертью. 0. 285 том 1. Глава 143. Пробуждение. Часть 6. Для выживания важны сосредоточенность и выбор, от чего отказаться и что сохранить. Чем рациональнее я решал головоломку, тем выше был процент выживания. Однако в этот раз я не смог этого сделать. Было трое раненых и одна склянка с зельем. На самом деле, лучшим вариантом было скормить Ротмиллеру всю бутыль. Нужно было как можно быстрее оживить его, чтобы достать остальные зелья из хранилища сокровищ. Правильно было бы напоить меня высокоранговым зельем, а двалки скормить оставшиеся продвинутые. Однако, в этом случае двалки бы умер. Трудно было сделать рациональный выбор. Хотя в голове я уже знал это, мое тело без малейших колебаний скормило половину зелья двалки. Вы оба, пожалуйста, держитесь. Давайте все выберемся из этого проклятого места живыми. В результате определенное будущее исчезло. Поскольку я не смог отказаться от двалки, я не могу гарантировать жизнь даже Ротмиллеру. Пол склянки зелья хватило бы, если бы его скормили сразу, но проблема в том, что он получил его слишком поздно. Проще говоря, высокий риск, высокая отдача. Я хотел, чтобы выжила вся команда, поэтому принял иррациональное решение, которое могло погубить их всех. Бебьерн. Я подошел к Ротмиллеру. Затем проверил его пульсы дыхания. Я надеялся, что он выдержит. Если этот человек умрет, то умрем и мы. Десять минут. Через это время убийца драконов очнется. Сейчас единственным, кто был в порядке, это дворф. Если Хикурат не сможет остановить Вагаса, все будет кончено. О, точно. Камера. Бебьерн, что это была закаменная камера? Хикурат, охранявший Двалки, посмотрел на меня и спросил, что это закаменная камера, которую мы наконец нашли после 12 часов поисков в лабиринте. Вопрос был наполнен его надеждами. Эликсир. Зелье. Было ли в ней что-нибудь подобное? А, если бы было, ты бы его уже упаковал? Да. Или это целебный источник? Или что-то в этом роде? Эта камера не для этого. Тогда, что же это такое? Мы так старательно искали. Должно же что-то быть. Спросил Хикурат, надеясь на определенный ответ. Я знал, что на подобные вопросы лучше не отвечать, но после небольшой паузы открыл рот. Это каменная камера, комната-ловушка. Комната-ловушка? Да, если открыть шкатулку внутри, вернешься к исходной точке. Если бы ублюдок и жрец появились одновременно, я думал сразу отбросить плана и использовать его, чтобы добраться до портала и сбежать. Что бы я не делал при таком раскладе, шансов на победу не было. Да. Тогда давай воспользуемся этим и вернемся. Этого будет достаточно. Хикурат Мурат, опомнись. Даже если мы сможем вернуться, ничего не изменится. Вернувшись в небесную башню, мы не получим никаких зелий. Это все равно, что грабить пустой дом. Вернуться назад было вообще невозможно. Идти к порталу в раненом состоянии? Это было бы самоубийством. Охранять его будет жрец Коруи, который, как я полагал, обладает святой силой верховного жреца и сменил свой класс. Ах, да. Жрец. Разве в их команде не было старика, похожего на жреца? Давай найдем его. Хватит. С моей точки зрения, его должны были заставить следовать за ним. Если это правда. Прекрати, Хикурат. Как я могу прекратить? Они оба умирают. Надо что-то делать. Кричал Дворф, словно кричал от собственного бессилия. Я холодно произнес. Сейчас мы ничего не можем сделать. Мы можем только наблюдать. Ты уверен, что это все? Да. Игральные кости уже покинули наши руки. Выпало три варианта. Мы все выжили, мы все умерли, или кто-то умер, а кто-то выжил. Каждая минута и секунда проходили как вечность. В конце концов, он. Что случилось? Двалки пришел в себя. Двалки. Не говори. Да. Не двигайся. Как только Ротмеллер очнется, примешь зелье. Наблюдая за тем, как мы изливаем много слов, Двалки снова спросил. Тот человек, чем все закончилось, как будто это было важнее его жизни. Это было единственное, что он спросил, когда открыл глаза. Я на мгновение задумался над этим. Должен ли я сказать ему правду? Я колебался недолго. Он не умер. Ох. Но благодаря тебе непосредственный кризис миновал. Оставь его нам и отдыхай. Я. Я не могу этого сделать. Двалки отчаянно замотал головой. Время. На исходе. Ты меня не слышал? Когда Ротмеллер очнется, зелье. Это не то, что можно вылечить зельем. На мгновение воцарилась тишина, и я спокойно принял реальность. Понятно. Я не знал, какой метод использовал Двалки. Однако именно он лучше всех знал текущую ситуацию. Это были слова Двалки, который жаждал жизни больше, чем кто-либо другой, так что отрицать это было бессмысленно. О чем ты говоришь? Это продвинутое зелье. Он прав. Ты тоже должен знать, что это за предмет. Так что перестань говорить странные вещи. Мисс Карлштейн, Двалки открыл глаза и посмотрел на нас. Хикураты. Бьерн. Он лишь произнес каждое из наших имен, но, видев множество смертей во время своего детства в больнице, я знал, что Двалки собирался сделать сейчас. Скажи мне. Я передам это Ротмеллеру. Спасибо. Это было мерцание свечи, фитиль которой иссяк, как будто она хотела оставить что-то после себя в этом мире. Как будто для того, чтобы его запомнили, в последний момент он излучал сильнейший свет. Мне есть что сказать вам всем. Вскоре дрожь в голосе Двалки прекратилась. Его мать любила море, то неведомое, что она никогда не видела, а только слышала о нем. Она мечтала увидеть его хотя бы раз в жизни. В детстве он не мог этого понять, но с возрастом пришел к этому. Есть вещи, которые я не могу получить, поэтому я хочу получить их еще больше. В мире были такие вещи. И от того, что они были неизвестны, от того, что они были ему недоступны, они сияли все ярче. Вы были для меня всем этим. Ему повезло больше, чем он того заслуживал. Он встретил хороших людей и исследовал с ними мир. Они много разговаривали и утешали друг друга. Пустое место, которое, как он думал, так и останется пустым, наконец-то было заполнено. И он должен был это сказать. Спасибо вам за то, что вы были моими товарищами. Он не говорил этого до сих пор из-за смущения. Это были слова, которые всегда откладывались, обещались на потом, но если не сказать их сейчас, то они навсегда будут похоронены в его сердце. Всхлип Двалки смотрел вперед затуманенными глазами. Неид, не говори этого. Хэм, Двалки, пожалуйста. Женщина, которую он любил, плакала. Это было не то, чего он хотел. Всхлип он перевел взгляд в сторону. Дорогой друг смотрел на него и улыбался. Я, также благодарен тебе за то, что ты был моим другом. Что ты присоединился к команде, которую я создал. Он был благодарен за то, как Хикурат улыбался сквозь дрожащую бороду. И он сожалел. Он обещал однажды открыть кузницу. Теперь он не мог выполнить это обещание. Всхлип он снова перевел взгляд. Риол Варп Двалки. Последний был соперником и дорогим товарищем. В отличие от него, Труса, Бьерн был воином, который всегда сражался до конца и защищал всех. Он посмотрел на Двалки спокойными глазами. Я прошу прощения. Я неправильно тебя понял. Ты был лучшим магом и товарищем по команде, чем кто-либо другой. И выбор, который ты сделал, был возвышенным и благородным, сказал человек, который всегда был скуп на похвалу. Воин, который никогда не вкладывал в свои уста слова, который не имел в виду. Для меня было честью работать с тобой. Это было ошеломляюще, и он почувствовал какое-то облегчение. Его впервые признали. Его чествовал великий воин, который жил, как герой в сказке. Такой полумаг, как он украсил собой страницу пути этого воина. С этим он мог спокойно умереть. Этого должно быть достаточно. Но почему он был зол? Это было несправедливо, страшно и бесполезно. Почему это была смерть, быть стертым с чьей-то следующей страницы? Вскоре воин заговорил. Тебе есть что еще сказать? Если хочешь, мы отойдем в сторону. И только тогда Двалки осознал причину этого чувства. Нет. Двалки. Не умирай. Пожалуйста. Хорошо, в мире были люди, которые сияли. Для него таким человеком была Миша. Он еще не произнес этих слов. Наверное, это жадность. Он изо всех сил старался побороть свой эгоизм. Другого шанса после этого не будет, но потому он и должен выдержать это. Ее путешествие не закончится сегодня. Он не должен оставаться мрачной тенью в ее будущей жизни. Если это действительно ради нее, то так и должно быть. Итак, Двалки открыл рот. Бьерн, ты хочешь что-то сказать мне? Хочу. Это было единственное, что мог оставить после себя уходящий человек. Ты не очень-то проницателен. Пожалуйста, не отворачивайся больше. Воин не стал спрашивать. Он должен был знать, что означают эти слова. Он был слишком умен и мудр, чтобы называть его варваром. Ответь мне. Я понял. Двалки, получивший наконец ответ, от души улыбнулся. Но это было все время, которое ему было отведено. Глаза воина стали холодными. Он проснулся. Затихающее сердце Двалки начало колотиться. Убийца драконов, Регал Вагас. Хотя он сражался с ним ценой своей жизни, но так и не смог одолеть. Ты сможешь победить? Не волнуйся. Мы обязательно вернемся живыми. С этими словами Двалки стер все свои тревоги. Он также избавился от беспокойства по поводу бессмысленной смерти. Раз этот надежный воин так сказал, значит, так и должно быть. Теперь он мог забыть обо всем. В схлип он закрыл глаза. Звуки стихали, темнота становилась все глубже. Постепенно притупляя сознание, он подумал. Если бы я прожил героическую жизнь, чтобы моя жизнь была записана в книге, пусть даже короткой, то что было бы написано в последнем предложении. На ум пришла довольно правдоподобная фраза. Может быть это и не совсем подходящее выражение для конца мага, но неплохое. Маг команды неудачников, Риол Варп Двалки, защитив дорогих товарищей от члена Аркулиса, убийцы драконов Регалова Гаса, отважно погиб в бою. Достижение условия. Первая смерть товарища по команде. Награда. Дух плюс один. Не было никакого рая, в который можно было бы сбежать. По мере того, как я узнавал личность этого ублюдка, убийцы драконов Регалова Гаса, эта мысль становилась все более и более твердой. Он принадлежал к группе Аркулис, которые смотрели свысока даже на короля. Хотя мы не представились, ему не составило бы труда найти нас. Если бы он захотел отомстить, город был бы небезопасен. Вот почему. Я придумал план, как избавиться от него, используя эффект хранителя равновесия. Я решил, что если не сделать этого в данный момент, то другого шанса уже не будет. Но каков был результат? Тудум. Мое сердце слабо забилось. Мой новый план провалился. Битва состоялась, но я не смог спасти всех. Тудум. Даже в том месте, где я отбивался, не было рая. Не то чтобы я не знал, потому что нигде в мире не было такого чудесного места. Тудум. В отличие от моего слабо бьющегося сердца, сердце этого парня больше не билось. Но. Хикурат, ты должен приготовиться к бою. Я знаю. Я встал, используя булаву как посох. У тех, кто остался, была своя работа. Я перевел дыхание и посмотрел в проход. Ублюдок поднимал свое тело изнутри панциря, который раскрывался широко, как лепесток цветка. Пора было заканчивать этот кроват.